Выставка в ботаническом саду работает с 10 утра. Мы приехали к самому открытию, а людей уже очень много. Например, за этим столиком активно интересуется растением под названием остильба. Остильба любит влагу, но в целом неприхотливо. Покупатели сравнивают ее с кустом, который не требует особого внимания. А вот ботаники советуют пересаживать растения каждые 3-4 года. Пышное цветение дает только на второй год. Замечательное растение. Ее можно садить на замену луковичным, например. То есть у вас тюльпаны отцвели, крокусы отцвели. И в этот момент остильба закрывает своей листвой пожухшие тюльпановые листья. Ярмарка саженцев и цветов в ботаническом саду проходит дважды в год. Осенью и весной на протяжении двух дней. Спрос на растения высокий. Сотрудникам даже некогда присесть. Я купила сортовой чеснок. Буду садить скоро. Ирисы купила. Лилейники купила. Стоим мы здесь в ожидании покупки лилейника. Этот цветок считается вообще цветком для ленивых. Много хлопот не требует. Цветет долго, красиво. Цветок для тенистых мест. На самом деле я не ходок на такие ярмарки. Я тут зашла в ботанический сад, потому что был вход бесплатный. Решили посетить ботанический сад наконец-то. Но ярмарка такая интересная. Я на первую узнала, что лаврушка бывает не только в сухом виде, но еще и растет оказывается. Все растения, представленные на выставке, выращены на территории ботанического сада Девооран. Есть варианты для комнатных условий и во дворе. Особой популярностью у посетителей пользуются ирисы и пионы. А вот про многолетник гинго-белоба знают немногие. Однако история этого дерева весьма интересная. Сначала, когда семена получили по дилектусу, считали, что это растение у нас зимовать не будет. Его каждый год на лето высаживали на улицу, на зиму забирали в теплицу. Ну, носили-носили растение, естественно, это древесное, растет большим деревом, выросло большим. Ну, у женщин уже не хватило сил его таскать. И решили, посадим-ка мы его на улице. Ну, будь что будет, пропадет, так пропадет. Но дерево прижилось и даже вытянулось до 15 метров. Таких примеров здесь много. За 47 лет работы сотрудники ботанического сада вывели свыше полутора тысяч видов и сортов цветочно-декоративных растений. Валерий Белоус, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.